Ребята, всем привет! Вы на канале АМЭФ ФИЛМС. Растения не только могут давать жизнь, в этом фильме они еще и будут убивать. Много убивать. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма Руины. Мы начинаем. Мексика. Компания молодых людей отдыхает у бассейна. Они обсуждают события прошлого вечера, когда Джефф немного перебрал. Матис наблюдает за ними со стороны. Когда Эмми обнаружила потерю сережки, он тут же подошел, чтобы отдать пропажу, которую обнаружил на дне бассейна. Друзья предлагают парню выпить с ними, и он соглашается. Матиас рассказывает, что приехал сюда с братом, но тот вместе с девушкой поехали на какие-то раскопки. Друзьям становится интересно, и они соглашаются посетить загадочные руины. Утром компания отправляется в путь. Автобус привозит их в одну из деревень. Эмми и Стейси рассматривают местных жителей. Матиас вместе с Эриком, Джеффом и Димитрием ищут такси, чтобы отправиться дальше. Водитель, увидев место на карте, говорит, что там может быть очень опасно, но за доллары он тут же соглашается отвезти компанию. Таксист высаживает их в джунглях и уезжает. Сигнал мобильников, конечно же, не ловит. Эмми нервничает, ведь для обратной дороги как-то нужно будет вызвать машину. Но Эрик уверяет её, что это всего лишь маленькое приключение, и нужно получать удовольствие. Молодые люди отправляются в дорогу по джунглям. Замаскированная тропинка выводит их проросшими травой пирамидам. Эмми делает снимки на память. Стейси охотно ей позирует. Матиас видит наверху жёлтую палатку. Вероятно, это его брат Генрих там расположился. Вдруг из чащи выезжает мужчина на коне. На местном языке он что-то пытается объяснить путникам. Мужчина явно чем-то недоволен. Джефф пытается предложить ему денег, но из джунглей появляется ещё двое местных. Матиас осторожно показывает им фото своего брата, пытаясь объяснить, тем самым, своё присутствие. Эмми в это время продолжает фотографировать. Увидев это, местные направляют на них оружие. Дмитрий забирает у девушки камеру и пытается отдать местным, но в этот момент в его грудь вонзается в стрела, а голову разносит выстрелом. Молодые люди спасаются бегством, взбираясь по ступеням пирамиды. Местные окружают строение, но не подходят близко. Оказавшись наверху, группа осматривает палатки. Там лежат личные вещи, а вот ни Генриха, ни его девушки нигде нет. Смотрев местность, Матиас находит труп брата, замотанный каким-то растениями, похожими на плющ. Позже Джефф замечает, на руках парня появилась какая-то сыпь. Он помогает ему вымыть руки, в то время, как местные жители продолжают пребывать под ножью пирамиды. Молодые люди надеются, что друзья Дмитрий помогут им. Он оставил им копию карты, или же в отеле заметят пропажу четверых гостей и сообщат в полицию. Их разговор перерывает телефонный звонок. Звук доносится из самих развалин. Обмотавшись верёвкой и взяв с собой керосиновую лампу, Матиас с помощью Эрика и Джеффа спускается вниз. Верёвка, конечно же, рвётся, и парень падает на дно ущелья. Чтобы проверить, что происходит внизу, парни предлагают кому-то из девушек спуститься к ним. Стейси соглашается, ведь она легче, чем молодые люди, и её они точно смогут удержать. Длины верёвки не хватает, чтобы опуститься до конца. Матиас ещё жив и просит о помощи. Девушка отвязывается и прыгает, конечно же, вниз. При падении она ранит ногу и разбивает лампу. Друзья сбрасывают ей спички, чтобы она могла осмотреться. Матиас не может пошевелить ногами. Вероятнее всего, он сломал позвоночник. Друзья не намерены бросать его там, и Джефф предлагает сделать подпорки из палаток и рюкзаков, чтобы его поднять. Эми настаивает на том, что парня нельзя трогать. Она предлагает сообщить местным жителям, чтобы те вызвали помощь. Эрик не слушает подругу и сообщает, что ей тоже придётся спуститься вниз, чтобы помочь Стейси погрузить Матиаса. Девушка спускается к подножию пирамиды, но местные жители наводят на неё оружие. В порыве злости она вырывает кусок травы и бросает в толпу. Её снаряд угодил в мальчика. Местные жители тут же отскочили от него и, не раздумывая, убили ребёнка выстрелом в голову. Джефф уводит шокированную девушку. Позже, соорудив носилки, они спускают Эми вниз. Девушкам удаётся погрузить Матиаса на носилки, и парни поднимают его наверх. А затем и Эми со Стейси. На улице уже стемнело. Молодые люди осматривают палатки, надеясь найти медикаменты. Перед тем, как лечь спать, Эрик предложил по очереди дежурить. Местные жители безустанно несут свой пост. Утром Стейси проснулась от того, что её ногу окутывает трава. Растение проникло в рану, и девушка просит Эрика вытащить его из ноги. Джефф пришёл на крик, а Эми отправляется проверить Матиаса. Откинув одеяло, они с ужасом видят, как Лиана заползает в раны, окутывая нижние конечности парня. Услышав звук телефона, Джефф готовит факелы для девушек. Им снова предстоит спуститься вниз, чтобы найти мобильник. Это их единственный шанс вызвать помощь. Идя на звук, они находят труп девушки. В руках она держит телефон. Её аппарат разбит. С другой стороны снова слышится звонок. Вдруг растения оживают и пытаются поймать девушек. Парням удается вытянуть их в последний момент. Джефф не теряет надежды. Он уверен, что пропажа четырёх американцев не может остаться незамеченной. Эрик предлагает попробовать пробраться сквозь местных, но друг отговаривает его от этой опасной и тупорылой затеи. Утром, делая скудные запасы еды и воды, Джефф осматривает Матиаса. Он понимает, что ноги парня придётся отрезать, чтобы спасти ему жизнь. Инфекция распространяется слишком быстро. Матиас соглашается на ампутацию. Напоив его виски и дав в зубы ремень, Джефф принимается за дело. Закончив операцию и отбросив ноги парня в сторону, молодые люди с ужасом наблюдают, как плющ утаскивает окровавленные конечности. Ночью Эрик и Эми делятся своими переживаниями. Вышедшая из палатки Стэйси закатывает скандал. Она уверена, что парень изменяет ей с подругой. Именно сейчас это нужно узнавать. Девушка явно не в себе. Выясняя отношения, молодые люди не замечают, как жуткое растение проникает в горло Матиаса. Джефф, увидев это, подбежал к нему и вытащил плющ, но парень уже был мёртв. Стэйси вдруг впадает в панику. Она уверена, что растение проникло внутрь её. Девушка берёт нож и хочет сделать надрез, чтобы показать, что плющ действительно есть. Но друзья её вовремя останавливают. Так прошла ещё одна ночь. Теперь Джефф понимает, почему местные жители не выпускают их за пределы пирамиды. Они просто не хотят, чтобы эта необъяснимая зараза распространилась. Стэйси показывает друзьям, что под её кожей действительно что-то шевелится. Джефф принимает решение вырезать эту заразу. Сделав несколько надрезов, он достаёт шевелящиеся растения. Позже, когда вся компания ложится отдохнуть, Стэйси выбирается из палатки. Девушку одолевают галлюцинации. Она находит нож и начинает резать себя, чтобы достать растение. Увидев это, Эрик пытается её остановить, но она вонзает в него нож. Ляны окутывают его мёртвое тело и уволакивают в заросли. Истекающая кровью Стэйси, лежа на руках Эми, просит её убить. Джефф молча подходит к подруге и выполняет её просьбу. После он отдаёт Эми ключи от машины Генриха и маскирует её, обмазывая кровью. Парень собирается отвлечь местных жителей, чтобы дать девушке шанс на спасение. Он выносит её к подножию пирамиды и кладёт на землю, делая вид, что она мертва. Джефф начинает говорить и отходить в сторону. Местные осторожно следуют за ним. Как только он выкрикивает имя девушки, она со всех ног бежит в чащу джунглей, а Джеффа пронзает сразу несколько стрел. Добравшись до джипа, Эми мчится прочь от погони. Уже в дороге она чувствует, как под её кожей что-то шевелится. Конец фильма. Ну, ребята, от себя скажу, что я этот фильм смотрел в далёком-далёком детстве, позавчера. Мне понравилось. Надеюсь, когда вы посмотрите пересказ, захотите посмотреть и весь фильм. Огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. И, конечно же, что делаем? Правильно, пишем комментарии. А также не забывайте, у нас есть Телеграм. Там мы иногда тоже общаемся, так что не забывайте. Ссылочка снизу или вверху. Короче, где Тони оставит, там ссылка будет. Понятно? Смотрите страшные фильмы вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.